Ну я нажимал, рэк был, конечно. А когда выключал, был рэк? Да, я нажал, выключился. Уверен. Ну я же это своими глазами видел, то, что у тебя сломанная карта, Никит, я с этим ничего не могу сделать. Просто я думаю, не накосячил ли ты что-то. Хорошо, даже если я не щелкнул рэк и ничего не записалось, твоя карта мертва, она не открывается на компьютере. Она открывается, это просто ты не открыл её, я её открывал, уже такой сломанной, я уже имел дело с ней. То есть ты подтверждаешь то, что ты мне дал её, будучи сломанной? Я не сказал этого. Только что ты сказал Гриш, она у меня была уже сломана. Какой Гриша Никита зовут меня? Кузьма для остальных. Кому я Грише сказал? Ты сказал Гриш. Первый слышу. Я говорю, говоришь. Так и говори О, говоришь есть О. Говоришь. Начинается, блядь, день из кофе, сразу же какие-то предъявы, сломали флешки человеку, снимали криминал, и теперь все кругом враги, все друг к другу не друзья. Мне, это самое, Якито Гритин, собственно, персоной сегодня у нас... Ногти стрикто. Ты. Где, покажи. Ноготь держит чей-то. Так кто-то когти рвал отсюда. Первый слышу. Ногти любил мне делать. Антошка, привет. Здоров, Никатос, как дела? У меня? Да хуя не записал мне ролик на мою флешку. Как у тебя дела? Сломанные флешки, они на все с собой. Как твои дела, я спрашиваю. Хорошо, отлично. Отлично. Не мучают тебя какие-то проблемы с щитовидкой? Ебать. Так. Как ты попал-то, блядь, прямо мучают. Как мучают именно? Я уже эту историю рассказывал много раз. Пришел я в 2017 году проверять шейные провода. Вот, как там по ним кровь течет, тыры-пыры. И баба сказала, ну вот, все вроде ничего, нормально, там, бляши характеризмных больших нету, надо, пока время остается, это платная была процедура, это... Помолиться? Попробуем поводить еще по щитовидке, так посмотрим. Говорит, не мой профиль, но я попробую. Щитовидка здесь? А ты, еб-то, где думал? Вот она. Вот тут он где-то под животом. Показываешь, ты живот. Щитовидка здесь находится. Случит, как что-то где живот. И она мне начала вот так вот водить, я такая... У тебя, говорит, там опухоль образования. И вот с этого все пошло-поехало, до сих пор плохо сплю. Оказалось, то, что она ошиблась, ну, я же своими глазами видел у нее на мониторе эту бляшку. Короче, ребят, вообще там чуть ли не до рака дошло, ладно, это старая история. Но не будем о грустном. Не будем о грустном, что-то какой-то негатив. Сам спросил. Ладно, сегодня у нас, на самом деле, интересная тема. А когда она была неинтересной? Да, напиши хоть раз, не было такого. Даже когда мы смотрели эти флешки для девочек, то было интересно. Пять самых страшных сект USA! Правильно, мы уже смотрели однажды Бога Кузя, это была российская секта. Она одна из миллиардов. Не знала, это же было не страшно. Она была очень страшная, там людей пиздили по голове. Вот, вот, на дыбочку, на дыбочку, на дыбочку. На дыбочку его, да, любил харьков всяких, у него там были всякие вараны дома и все прочие. Я сидит в тюрьме. Короче, думаю, три секты сейчас вот тебе завангую. Какие будут в этом выпуске? Три минимума, да. Значит, где вот этот был Пастер Джонс, ну, где случилось масса. Да, да. Потом будет Вейка, там ветвь Давидова, блядь, секта. Где этот был, Добрик или как его там звали? Добрик. Ну, как-то так, да. И потом будет секта, я уверен, вот где чувак вот так вот смотрит, не моргая, который пуншем всех отравил на вечеринке. Про пунш я слышал, вот они должны быть, да? Вот мне кажется, точно будут. Ну, что ж, друзья, давайте узнаем, что же за рубежом, а так ли там сладка жизнь? Ну, все говорят, вот я бы уехал, боюсь, в США бы жил. Вот бы ты где оказался, в секте сразу, там окучивают людей. Стоп-кадр, и сразу это концерт руки вверх, блядь, мне кажется. Какой нахуй Фредди Меркурий? Это Сергей Жуков, блядь, на авторадио вечеринке. Стали массово появляться новые вероисповедания, культы и секты, от порядков некоторых из которых буквально кровь стынет. А что это с ним? Там мужик лег. Благодать. А вот это же все пиздец, да? Вот как это люди, это подставные, которым вот пастор, пастор, говоришь, что-то они там начинают это, кувыркаться. Не, я думаю, что... Может, самовнушение какое-то. В жилах. Приготовьтесь ужасаться. Психика не крепкая, да? Впереди пять самых страшных сект США. В 1997 году основателю секты Врата Рая, маршалу Эпплуайз... Все в найках. Слушай, и правда. Что это за секта такая? Спортсмены. Как будто бы это вот как тебе делали так, да? Слушай, ремонт хороший, надо это... Что мне делали только? Вот, когда мы в баню ходили, себя так же на сено положили и накрыли тряпкой. И я такой... Ой, хорошо. Это может быть... Вот знаете, как вот... Ты смотришь на то, что не является тем, что ты видишь. Это вот после бани. Удалось уговорить 39 своих последователей совершить массовое самоубийство. Якобы из-за неизбежного столкновения Земли с кометой Гейл Бобпа. Но обо всем по порядку. Ребята, дело... Дело пахнет керосином. 30-40 человек стоят. Значит, комета Гейл Бобпа. Комета Гейл Бобпа сейчас врежется к нам прямо сюда. И надо бы ее опередить, да? А почему нельзя дождаться, когда Гейл Бобпа... Ну, как бы давайте со всеми вместе. Нет, раньше надо. Нет, ну чтобы там не было вот ада, которая начнется, когда она врежется. Но Гейл Бобпа, насколько я знаю, не врезалась. Ну, если такое случится, я в Ирак сразу. Да? Ну, мне кажется, там безопасно. Там безопасно будет? Пророксан будет. Ну, в Ирак, либо в Центральную Африку. Не-не, я сразу в метро. Вот там безопаснее всего. Я вот самая глубокая станция метро Александра Невского. Сами все бургеры. Потому что знаешь почему? Ну-ка. Потому что там имеется продовольственный запас на весь Питер. Вот как я хорошо придумал. Во-первых, почему станция метро Александра Невского вся в монетах? Помнишь? Помню, да. Что это такое? Богато, потому что она ресурсами. И если ты заметил, там есть двери. За этими дверьми хранятся несколько сотен тысяч тонн консервов еще советских времен. Это ты выдумал сейчас цифру там. Несколько сотен тысяч консервов. Да, не пропадем. Не, ну это действительно так и есть. Там гермодвери есть. То есть, если что, каждая станция метро в Петербурге превращается в бомбоубежище. Вот это, думаю, и лавой. Кроме купчина. Она находится прямо на поверхности. Это последнее, конечно. До этого маршал Эппл Уайт объявил себе... Ой, я про этого и говорю. ...пришельцам из другого мира, из царства небесного. Безумный дед. Как вот ему можно поверить? Он к тебе подойдет. Это баба ракета сейчас режется. Саша, Саша. Все, комета баба папа врезается. Он такой, ребята, не дрейфите. Сейчас мы придумаем что-нибудь. И посчитал своей миссией помочь людям вернуться домой. Более того, Эппл Уайт заявил, что 2000 лет назад уже посещал Землю в образе Христа. И как это неудивительно, у Эппл Уайта нашлись сторонники, которые искренне считали себя представителями внеземных цивилизаций, которых послали на Землю в качестве учителей для всего человечества. А вот пришельцы, которые летают всегда на космических кораблях, они же, по сути, это самые высококвалифицированные специалисты среди пришельцев. Не позволят такую работу каким-то дурным. Я вот хочу посмотреть пришельцы, которые, наоборот, более что-то приземленное делают. Таксистами работают на Нибиру. Я думаю, там работы с других галактик просто такие. Те, которые на Нибиру, коренные, они там не работают. Это типа Монако какого-то. Три приезжие, да, Монако. И вот они там, эй, тут чуть-чуть это, приехал недавно. Куда вам надо? К центральному дворцу энергии. Э-э-э, там не раздевают. Пробки там, честно. Я думаю, что все-таки у них, наверное, телепортация какая-то работает. Реально у них таксист на Нибиру? В середине 90-х секта стала жить единой общиной в элитном пригороде Сан-Диего. При этом большинство сектантов были профессиональными программистами, которые большую часть своего времени... Все программисты профессиональные. А все радостные, все улыбаются. А может быть, не так и все это и плохо, что ли? Все хорошо там, думаешь? Все-таки плохо. Проводили в интернете, выискивая сведения о появлениях НЛО и попутно зарабатывая деньги для секты. При этом порядки секты были поистине спартанскими. Чувак сидит, он такой, ну, нашел что-нибудь про НЛО. Он такой, да, много все, и говорит, молодец. А теперь заработай деньги в секту как-нибудь. Чё-нибудь там, кардером, сходи поработай. Укради пару карт. При этом порядки секты были поистине спартанскими. Сектанты одевались в одинаковую мешковатую одежду и носили перчатки, чтобы даже случайно не прикоснуться и не поддаться греховному желанию. Каждый день они вставали в 3 часа утра и шли смотреть на звезды, а днем всегда прятались от солнечного света. И вот в 97-м году с Земли стала видна приближающаяся комета Хейла Бобпа. Эппл Уайт посчитал это знаком неминуемого конца света и пообещал... Какой-то мемас постоянно с этим выкладывают безумца какого-то. А в газетах вот именно эта рожа, она была мемасной довольно-таки долго. Ну, зато его и знали все под этой рожей, правильно? Конечно. ...адептам, что они покинут свои земные тела и отправятся в путешествие на космическом корабле. Каждый сектант умирал на своей кровати, рядом с которой стояла аккуратно собранная сумка с вещами. Они выпивали убойную дозу снотворного, запивая ее водкой. А затем на головы умирающим их собратья надевали пластиковые мешки, а голову и грудь покрывали лиловым шелковым платком. Полиция нашла 39 трупов мужчин и женщин. Гибать, как белье для щирки загружают. Ну, а как еще? Это же, видишь, специальная у них местная такая тачка. В чем, как оказалось, все мужчины были при жизни кастрированы. Пророк Санбой. Пророк Санбой. Особое направление протестантизма, которое появилось еще в середине 19 века в Соединенных Штатах. Учредителем адвентизма стал обычный фермер Уильям Миллер. Они все выглядят так... Говорят, бать, вот фермера послушали, типа он говорит, я все знаю, как бог это. Я ковырялся всю жизнь в земле, и знаете, что я понял? Что мы живем неправильно, и надо по-другому. Все, кто объединяемся, и начинается. Отключая Библию, он пришел к выводу, что вскоре грядет второе пришествие Христа. И пошло-поехало. Ты просто перечитал? Еб... Я все понял. Ребята, а что вы тут стоите-то? Че вы тут стоите-то? Христос-то скоро прибудет второй раз на землю. А, я не понял, а нужно готовиться, да, как-то к этому? Конечно. Блять, чувак, ну к Новому году, извини меня, блять. Все за месяц готовятся, закупают алкоголь, подарки и прочее. А тут, извини, второе пришествие Христа. Да, уж подготовиться надо. Подготовиться надо. В барбершоп сходите или там. И это понял не только, это понял просто обычный фермер, который вот просто пахал землю. Как так? Почему у тебя болели? Второе пришествие так и не случилось. Но, тем не менее, церковь адвентистов седьмого дня к данному моменту насчитывает около 20 миллионов членов. Но, как и у любой крупной церкви, у адвентистов стали появляться свои особые ответвления, которые порой принимали весьма радикальные формы. И вот одной из таких групп стала религиозная группа Ветвь Давида. К 93-му году Ветвь Давида возглавил популярный и очень харизматичный лидер Дэвид Кореш. А, Дэвид Кореш, да-да-да. Точно, я с вами рассказывал. Да-да-да. Кореш. Вот эта проблема большая. Слушай, вот тут важный какой момент. Дело в том, что с точки зрения вот этой всей теологической... Теологических споров... Так-так. ...он, наоборот, даже открытие какое-то сделал. Он? Да. То есть вот среди священников, ну вот те, кто занимается всем этим, он что-то там доказал, что-то там показал и прочее. Так это сразу максимум уважения к нему ставил. Да, ну не как типа, что да, в натуре типа я разгадал, как Иисус превращал рыбу там или вино. Вот, но он это использовал как бы в это... В своих целях, да? В своих целях, да, и... Ну он искренен, он был фанатик прямо. Ну так по нему и видно. Он был отзывным, считался. Он был отзывным, ветвь, да? Ветв Давида. С наступлением Армагеддона, от которого, естественно, мог спасти только он. Постепенно ветвь Давида превратилась в маленькую диктатуру. Взять хотя бы тот факт, что Дэвид Кореш отобрал себе 19 женщин из секты и сделал их своими наложницами. А мужчины при этом каждый день вставали в 5 утра и строили храмовый комплекс. Блин, это вот похоже на вот эту секту. Мы, если хотите, посмотрим. Дикий сюжет из Подмосковья, помнишь? Секта, как же его звали? Который их бил пощачиной? Который там вообще всех бил, да. Как же его звали, я не помню. Короче, его-то в итоге там со спецназом схватили, а еще все это разогнали. Ничего там не успел сделать он такого жесткого. Ну как в смысле жесткого? Он там-то людей избивал. Будь здоров. И он еще на людях тренировался. Типа бесконтактный бой, контактный бой, палкой бил. Просто человек, стой, сейчас я тебе покажу прием. Просто полбу дает. В конце концов, кореш действительно смог почувствовать себя маленьким царем. Он построил почти неприступную крепость с хорошо подготовленными телохранителями и личным гаремом. Но в 93-м году правоохранительные органы заподозрили секту в жестоком обращении с детьми. Но при попытке проверки сектанты встретили полицию автоматными очередя. Вот понимаете, да, в США такая странная куня, что ну, секта и секта. Да ладно, пускай. Они, наверное, просто по интересам кружок организовали какой-то. Приехали с проверкой. Говорят, с детьми плохо обращайтесь. Вот это так. Вертолеты сразу приехали. Это пять звезд. Все, ГТА. Я вот не могу понять. Вот сейчас у них опять по-прежнему можно собираться по интересам. Вот эти вот секта монстра-макаронного, как он там называется. Между прочим, по-моему, Шнуров-то является чуть ли не главным... Пастафарианство. Да, да, да. Вот он. Он же там состоит прямо в этом. Я не помню насчет Шнурова. Состоял. Я когда на Версус ходил, там один чувак мне прямо рассказывал об этом, обо всем. Он говорит, я сейчас, да, вот, и получаю по интернету какой-то сертификат, блядь. И будет паста. Ну, прикинь. Ну, суть-то в том, что... Почему у нас это не запрещено? Как бы просто создавать свою религию. Это ж нельзя так делать. Ну, потому что они не говорят, что секта бога Кузи, не говоришь, что она секта бога Кузи. А как они говорят? Они говорят, мы... Просто живем. Просто живем. Люди, мы православные. Просто у нас в уголове стоит бог. Ну, у нас просто слеповатый придурок, который бьет нас палками и говорит, что делать. А мы все делаем. Квартиру отписываем и деньги все несем туда. Ну, потому что вот у нас так вот нам нравится жить. А они тоже деньги пожертвовали? Я была готова к такому повороту событий и посчитала, что в случае сопротивления захватит дворец в течение 45 секунд. Но не тут-то было. Мало того, что сектанты отбились и убили при этом четырех агентов, они смогли продержаться в своей крепости 51 день. Офигеть. 500 агентов, вертолеты и даже танки дежурили у дворца каждый день. Но после того, как начался финальный штурм, Дэвид Кореш велел поджечь коммунну. Вскоре взорвались боеприпасы и потушить огонь было уже невозможно. Все 90 сектантов, остававшихся во дворце, включая женщин, детей и самого Дэвида Кореша, погибли в огне. Так и закончилась история о ветви Давидовой. Не, ну пиздец же, да? Ну такая история. Он такой, все, ребята. Там суть в том, что не просто жестоко с детьми обращались. Дело в том, что вот этот кореш, он вот этих наложниц, женщин, он... Там были у него и несовершеннолетние наложницы. Да ты че? Да, и как бы очень много из этих наложниц, они еще были женами. Вот мужиков. Всех, кто у него работал. Да, он запрещал им все, если ты в секте, все, ты уже не женат. Ты просто, бля, вспомнил. Мужичок. Вот. И, соответственно, он всех поебывал. Так я вспомнил секта Шевцова, которая в Москве была. Точно такая же, как у кореша. Только они там не успели ничего с собой сделать. Но он тоже приходили с семьями. Дети с матерями дальше там жили. Мужики че-то тоже там работали. А он, да, в наложницы брал себе, прикинь, в Подмосковье. Что за хуя у нас происходило в 2000-х в том числе? Так это до сих пор происходит. Секция сейчас так много. Думаю, многие из вас слышали об амишах. На самом деле, это уникальное сообщество людей, которые, начиная с 17 века, практически не меняли свой образ жизни. У них нет электричества. У них нет водопровода. Они живут по перечню религиозных правил, которые основаны на Библии. Все, что им нужно, они делают своими... Слушай, ну они-то не должны быть жесткими. Амиши-то наоборот. Нет, у амиши, я думаю, все очень жестоко. Я смотрел по Дискавери про амиши, и там показывали просто, что у них самый большой тяжкий грех – это убежать в город, блядь, по телефону звонить. Это вот максимум, что... И то потом, знаешь, наказание там из-за разряда «Мы с тобой не будем говорить очень долго, ты будешь жить в хлеву, там, неделю». Ну, наказание жесткое, мне кажется. Думаешь, я слишком просто к этому относился? Да, да. Одеваются амиши строгую одежду. Женщинам нельзя носить никаких украшений. Ну а главной гордостью любого мужчины амиша стала борода. Каждый амиш, который выходит замуж, обязан растить бороду, при том, что усы амиши, как правило, сбривают. Недавно одна из радикальных групп амиши решила отомстить своим... Ёптвою. Все такие, да, прямо... Давай такую же бороду и прыщу сделаем. Как у льва. Как будто бы... Ну, если я зверею, у меня короткая борода. Да ты ее не растил никогда? Растил. У меня была борода вот досюда примерно. Че ты врешь, когда она у тебя такая была? В 2018 году вот досюда была борода. Мы с тобой начали активно общаться как раз в 2018 году. Ну, эээ... Сейчас открою кондитер-патруль. Да нет, это было не на видос. Сейчас я тебе покажу, у меня даже в ОМВК есть, где я с бородой. Вот у меня борода, так борода была. Где? В кондитере-патруле? Вот, Кузьма-майонез, зацени. У меня борода. Ни хера себе, ты к тебе аммиш был. 67 грамм жира. 67%? Здрасте. Здравствуйте. Ты че, обалдел что ли? Так надо сейчас себе опять такую-то растить. А я сейчас покажу даже, кака вот у меня борода в пик была. У меня было 2 миллиона подписчиков в тот момент. Стукнуло на канале. И ты решил не блить бороду. Ну, я решил, да, типа, о, какая. Ебать. Смотрите. Реально аммиш. С двумя ремонтами. Огромная аммиш. Ну, вот у меня борода была. Ну, не такая уж. О, это мы с тобой. А, оказывается, мы с тобой. А что это мы тут делаем? Не знаю, пили пиво. Семножки. А и правда. Ну, вот. Удивительно. Борода была. Была, была. Мы около аммиши были. Нос избривать надо. Не знаю, как... Которыми они не сошлись в религиозных взглядах. Вот так. Вот на вот этом вот справа. Вот. Вот это ты? Нет, это я? Нет, вот я скорее. А я седой сзади. Где тут? Аммиш. Аммиш. Банда аммишей врывалась в... Это банда аммишей? Жесть. Вот этот самый злой, как, знаешь... Блядь. Прямо вот у него лицо такое, вот готов ворвать, топором порубить. А вот этот самый... Мне кажется, самый добрый вот этот взгляд отводит, знаешь, ему стыдновато. Мне кажется, что он самый... Они даже по росту все одинаковые. О, вот этот злобный аммиш. Ну, если под котелок побрить, то, конечно, злой. Дома к своим единоверцам. И насильно сбривала волосы у женщин и борды у мужчин. Бандитов поймали. И по самому... Они порвались и побрили нас. Для Аммиши это позор. Все преступления и приговорили их к 15 годам тюрьмы. Это за это... За стрижку, блядь. Так он самый... Так не, я не понял. Реально за стрижку? Вещи, которые в среде некоторых замкнутых групп Амиши считаются нормальными, в наши дни не вызывают ничего, кроме ужаса. Совсем недавно, в 2016 году, в тихом благополучном штате Пенсильвания разгорелся скандал. Семья Амиши, которая еле сводила концы с концами, приняла помощь от своего 50-летнего знакомого. А в благодарность за помощь они расплатились своей 14-летней дочерью. Они просто отдали девочку в сексуальное рабство. Не, ну это... Не, ну да. Ужас, блядь. Пророк санбой. Пророк санбой. Но я скажу так. Вообще, в принципе, ну вот если откинуть вот эту пиздец, которую сейчас рассказали, я бы хотел пожить месичишку с Амишими. Я в принципе, ну... А почему нет? Здоровая еда, телефонов нету, ничего интернета нету, ничего не отвлекает. Мозги бы обратно у меня вставились. Библию каждый день читать надо только по миллион раз. Хорошо. И читать много буду, и работать много буду, и сразу скину всё. И вот эти вот все... Это же всё электроволны, блядь. Мы сейчас сидим в городе. Магнитная буря. Да, голова болит каждый вечер. А у Амиши это просто тишина. В ушах звенит от тишины. У меня сразу есть плохое настроение. У меня бабушка говорит, так это магнитная буря сейчас. Ну да, да. Вот поэтому и... Это период такой. Это вот сейчас это... Я читала сегодня, что сегодня магнитная буря. А я ни разу не видел в интернете, чтобы вот если, например, магнитной буря, сегодня их не было. Они всегда есть. Давай узнаем. Вот давай. Сегодня среда, 18 августа. Магнитные бури. 18-28. Магнитные бури сегодня. На Рамблере есть. Подожди, вот Гесметио есть. Там... Нет, пока спокойно. Да ну? Магнитные бури. 8-19. Вот ближайшие 4 дня хорошие ещё настроения будет. Сейчас небольшие возмущения, но они есть, понимаешь? Небольшие? Да. Ну то есть сейчас у нас слабые. Нет, это что Армиды смотришь, брат. А я надо смотреть магнитные бури. А-а-а. А это что такое? Состояние магнитного поля. Геомагнитный активный Санкт-Петербурга, вот же. Ну нет, подожди. Нужно именно, видишь, состояние магнитного поля. Спокойствие 0, неустойчивое, слабо возмущённое. Возмущённое. Это на Рамблере? 4, это магнитная буря. Опять большая магнитная буря. Вот сейчас по нулям всё, спокойствие. Хорошо, давай завтра посмотрим. Да ты ноги с метью смотришь, это шарашки на конторе, на Рамблере надо смотреть. Что так, что ли? Магнитные бури на Рамблере, всё ясно с тобой. В 2016 году история вскрылась, выяснилось, что на тот момент уже 18-летняя рабыня успела родить своему хозяину двух детей. Так нет, ну не в рабство же, по сути, а в этот. Ну, бля, или тебя подарить её кому-нибудь. Не, ну, понимаешь, это же такая община, живёт по-старому. А вы думаете, такого сейчас не происходит вот даже у нас? Вот я серьёзно говорю. Я думаю, нет. Не выдаёт 13-летних девочек замуж? Ну, подожди, ну это мы сейчас, ты сейчас ведёшь к чему? К цыганским всяким традициям? Конечно, это всё то же самое. Это люди, которые живут там 17-м веком на дворе. И в то время... Ну, цыгане-то не обещали. Они же не живут в 18-м веке. В 18-м веке не было героина ещё. Нет, цыгане живут всё равно такими понятиями. Старыми достаточно. А раньше, в то время, извините, роль женщины, это сейчас у нас там феминизм, там все дела. А какие-то 300-400 лет назад вы не слышали, что ли, такое там, вот заприданной выдаю невесту? Это-то мы слышали. Вот это то же самое, заприданной. А слышал ли ты, что друг Амиша помог им какую-то хуйню сделать, провернуть? Не, ну это понятное дело. Это всё по самой строгости закона. Он подарил им дочку свою, вот это вот мне больше интересует. Это пиздец. И шейки знакомого, конечно, привлекли к ответственности. Просто я уверен, у Амиши вот такая херня, это вообще не редкость. Не редкость, думаю. Конечно, не. Мне кажется, это... О, только у этой группы Амиши редкость, но не редкость. Но вот только не верится, что этот случайно всплывший инцидент уникален. И что на самом деле происходит внутри этих закрытых сообществ, ещё та загадка. Будем надеяться, что нет, да? Всё хорошо. Всё хорошо. Маньяк Чарльза Мэнсона, одно из самых жутких и жестоких сектантских сообществ в истории США. Будущему маньяку Чарльзу Мэнсону очень не повезло со своим приёмным отцом, который обращался с ним более чем жестоко. Когда же Мэнсона сдали в детский дом, его жестоко избивали надзиратели и насиловали старшеклассники. Вот странно, что Чарльза Мэнсона вообще приписывают к маньякам. Я этого никогда не понимал. А что, какое у тебя мнение на этот счёт? Ну, он просто глава секты. Он не маньяк. Маньяк — это всё-таки человек, кем движет маниакальное желание убивать, причинить вред, что-то такое. Чарльз Мэнсон этим не жил. И убийство Шерон Тейт, и всей вот этой трагедии, которая была тогда в Голливуде, не Чарльз Мэнсон принимал участие, принимала участие его группа. Ну, тем не менее... А, ну подожди, ты хочешь сказать, что он просто криминальный элемент? Да-да, он криминальный элемент, он полностью заслуживает своего наказания, но как бы просто странно, когда его приписывают в ряд маньяков. Слушайте, надо посмотреть про Чарльза Мэнсона больше. Я, честно говоря, особо... Я тебе могу дать книжку. Хетлер Скетлер. Давай. Про Чарльза Мэнсона как раз. Интересная? Очень интересная. К 30 годам у Мэнсона за плечами было уже три тюремных срока. После очередной отсидки Мэнсон едет в Сан-Франциско, где к нему постепенно примыкают последователи, разделяющие его философию жизни. Большинство из них... Да, реально, как однажды в Голливуде, вот они сидят на каком-то раньше заброшенном, сами туда пришли, сами все это, и обосновались, да, никто выгнать их не может. Постепенно примыкают последователи, разделяющие его философию жизни. Большинство из них были бывшие заключенные, бродяги и хиппи, которых Мэнсон называл детьми. Хиппи проблема была, да, большая? Конечно, проблема, нареки. Все нареки до одного, да? Ну, естественно. А чего они хотели-то вообще, не могу понять. Да че-то, чтобы войны не было. Да, это бред. Да, да, вот всего такого. Ну, нет, ну почему бред-то? В итоге-то вот это все движение в Америке против вьетнамской войны, оно хиппи и было раскачано в основном? Это понятно, но вывели-то войска, потому что просто эти гуки перепрятались все, и там невозможно их было вытравить, потому что хиппи наркоманы. Нет, брат, никто не перепрятался. Пизда, Америке дали гуки. Они дали пизда Америке и Южному Вьетнаму или Северному. Ну, вот, короче, какой-то из этих Вьетнамов дал пизды одному другу второй половине Вьетнама и всей американской армии. Никто не прятался. Так ты-то говоришь, что якобы хиппи сказали выводите войска из Вьетнама, а они вывели. Ну, они антивоенные настроения в обществе, так или иначе. Понимали просто резонанс. Ну, аркоманы были. Хотя от этого Ирак, Афганистан и все прочие вещи, которые Америка впоследствии развязала, никуда не исчезли. Они обосновались в знаменитой Долине Смерти. Там семья устраивала оргии, жила беззаботной жизнью, а Мэнсон даже пытался записать собственный альбом. Однажды его пригласили на встречу с продюсером Терри Мелчером, который не оценил сомнительного таланта Мэнсона. И Мэнсон этого не забыл. И в августе 69-го года семья совершила самое громкое убийство в своей истории, которое назвали Кровавым Адом. Они приезжают в бывшее поместье Мелчера, которое в тот момент принадлежало режиссеру Роману Полански, и жестоко расправляются со всеми, кто был в доме. Жена Романа Полански, актриса Шэрон Тейт, находившаяся на девятом месяце беременности, умоляла убийц пощадить ее ради ребенка, но получила удар ножом. На следующий день семья поехала на новое дело и жестоко убила супружескую папу. А это у них прям вырезаны крестики? Да, да. Это не крестики. А что это? Свастики. А, я просто отсюда не вижу. Это все свастика? А, нет, наверное, крестики. Свастику потом Мэнсон сам себе сделал. Владельцев местного супермаркета. В конечном итоге Мэнсона поймали. Его признали виновным и приговорили к смертной казни, но позже приговор был смягчен пожизненным заключением. Чарльз Мэнсон до сих пор отбывает свой срок, и ему уже 18 раз отказывали в досрочном освобождении. Ну, он помер, видео старое, помер уже Мэнсон. А когда давно? 18? Ну, так, да, недавно относительно. Блядь. То и он женился в этой колонии. Что ты такое слышал? Ну, слушай, вряд ли бы выпустили чувака, у которого свастика на обу вырезана. Так тем более, а он бы, я думаю, мог бы снова организовать. Конечно, мог. Это манипулятор такой, что он на что угодно мог склонить. Читал я, значит, Клиниженсу одну, слушал, вру, не читал. Ну, а вот эту книгу, да. Я тебя услышал. Вот про вот этого агента ФБР, который ездил по всяким тюрьмам, общался. Роберт Дуглас его, что ли, зовут. Интересные книжки такие, ну, там, про ФБР очень интересные. Так ты говорил, вроде бы это вообще был сериал, будет ли? Сериал по его мемуарам сели потом. И он, да, к Мэнсону этому ездил, он говорил, типа, блядь, вот с этим Мэнсоном общаешься, конечно, ну, понимаешь, как можно под его эти... Легко, да? Вообще, как нихуя делать? То есть, если бы не было бы тюремной робы на нём сейчас и наручников, вот так вот, блядь. Он бы уже всё, да? И не сидел бы он в одной из самых этих строгих тюрем, блядь, США, то да. Ну, надо же, да, такие люди здесь. Ну, хорошо, ты говорил, значит, по три, ты две точно угадал, да, по-моему? Три угадал все. А, все три? Нет, вот последняя, топ-1 осталось. Мне кажется, будет вот это про секту из 60-х годов, когда там самоубийство 800 человек убили себя. А-а-а, давай посмотрим. Светлого Джонса. В 1978 году в джунглях государства Гаяна в Южной Америке 918 граждан США. Это моё второе ответвление. Я был экспертом по маньякам и ещё одно время очень увлекался сектами. Прям очень любил читать про них. Увлекался? Это как бы тоже был Дисней Клуб своего рода, да? Да, да, да. Не так, что там... Маньяки, секты. Даже не знаю, что потом в загашнике что-то осталось. Мы сейчас будем дальше смотреть Томас Сойера, мы что-нибудь узнаем. Я это всегда по мистике любил. Я там всех разно знаю. Ну, это все чужие. Одновременно выпили напиток с цианидом. Среди них было 276 детей. Это не пуш пили здесь? Это были члены секты Храм Народов. А причины этого массового суицида до конца неизвестны до сих пор. Основатель Храма Народов Джим Джонс родился в 1931 году. Бля, знаешь, такой похож. Ну. Джорик Ревазов? Слушай, а что-то есть, и правда. Да это он. С детства, интересуясь религией, он уже будучи подростком, активно проповедовал на улице. А к 24 годам организовал собственную религиозную группу. К середине 60-х Джонс перебрался в Сан-Франциско, где вокруг проповедника постепенно начала формироваться новая радикальная секта, которую назвали Храм Народов. Джонс требовал от последователей проводить как можно больше времени в церкви, соблюдать жесткий распорядок дня. А церковь его, опять же, была, да? Он как-то по-другому интерпретировал Библию, правильно? Ну, как и все секты. Это типа ответвление от каких-то основных там аврамических религий. Там в исламе секты есть, в индуизме вообще этих сект. Там только секты. Дофига их, да? Да, но, кстати, в Индии эти секты как бы, ну, как за норму вещей считаются. То есть нет такого отношения. Но они там и не занимаются самосожжением, наверное. Нет, где-то занимаются. Конечно, конечно. И там нормально к этому относятся? Ну, так, да. И отказаться от общения с родственниками, не разделявшими взглядов храма народов. Суровые порядки на границе с откровенной тиранией, которые установились внутри секты, стали поводом к информационной кампании против храма, который стали называть деструктивным культом. И Джонс решил покинуть США. В 74-м году несколько членов секты арендовали участок в 1000 гектаров в Джонс. Блин, не помню. То ли, короче, он писал этот Джонс, то ли ему предлагали в СССР... Умигрировать? Да, да, да. Типа, всей секции сразу. Типа, мы выделим для вас участок. То ли он просил о СССР, то ли СССР предложил под предлогом, типа, что вот, притесняют, как в Америке. Жесть какая. Они бы туда приехали, колхоз бы дали. Да, конечно. И там все будет хорошо жить. Так может, и не было бы такого, если бы в СССР приехал, да? Кто знает. Надо было соглашаться. Либо в СССР соглашаться надо было. Чего они поехали в Вашлику какую-то? Гаяны, где основали поселение, которое назвали, видимо, в честь проповедника Джонс Таун. Через три года в поселение переехал сам Джим Джонс. Еще более 900 его последователей. А еще через год в коммуну приехал американский конгрессмен Лео Райан. И в личной беседе 16 членов культа попросили забрать их домой. Джонс был взбешен, но он не мог публично отказать Райану. Но когда конгрессмен вместе с другими людьми уже садились в самолет, к борту подъехала группа вооруженных людей. Они убили конгрессмена и еще несколько человек. Жесть, так это беспредел вообще. Прикинь, конгрессмена-то перестрелять. А что, они до него не могли добраться? Он типа уехал куда-то, где их не могут найти или что? Или просто по беспределу пошел? Кто пошел? Джонс почему пошел? Да, 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 почему? Там же забрал 16 людей, этот чувак. Так они сами попросились. Ну и хули. Утих. В тот же вечер Джонс собрал коммуну и объявил, что жизнь храма народов не будет прежней, что членов будут преследовать американские власти, и что лучший выход из положения – это революционный акт самоубийства. Первыми отравили детей. Убийственный напиток детям впрыскивали в рот с помощью шприцов. Многие взрослые затем без колебаний добровольно приняли яд, но тех, кто отказывался, заставляли пить насильно. Во всяком случае, это официальная версия. Многие аналитики считают, что большинство членов культа были отравлены, но точные причины трагедии секта и храм народов не выяснены до сих пор. Теории заговоров насчет вот этой штуки, что вообще есть версия, что это само СССР отравило. Ну вот, на самом деле, пока я смотрел, тоже так подумал. Ну, это понятно, что ты так подумал. Как-то ни одного выжившего нет, даже, ну, не может быть такого, что все 800 они не передумали. Значит, были те, кто насильно до последнего вливали, и не могли же они потом тоже себя прыснуть, и все, на этом конец. Что-то, я думаю... Я говорю, вот, мутная тема сейчас со всей этой церковью Джонса. Вот, насчет СССР я не помню. Вот, что-то сейчас-сейчас... Как называлось, не помнишь секта вообще в целом? А, вот, что стало сектой, просившей убежища в СССР. Это он просил, получается. Да, 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 да. А что вы... А вот, руководство поселения чувствует шатко своего положения, решил установить контакт со посольством СССР, по итогам которого было подано прошение об иммиграции, получены банки анкеты и заявления о переходе в советское гражданство. Были организованы курсы русского языка, и к моменту посещения коммуны консулом Тимофеевым многие уже могли общаться на этом языке. Представители коммуны даже были приглашены напрямую в посольство, что произвело неприятные впечатления на дипломатов США. Вот страна какая была, Советский Союз. И просят, значит... Добрые американцы, нам написали заявление послу Тимофееву, что хотят к нам. Некий Джед Джонс... Джонс, гражданин Америки, Трудяга. Трудяга, наш человек, решил, что им будет лучше у нас в колхозах. Значит, что им... Уже организованы курсы по русскому языку. Да. 900 трудящихся изучают, там изучают уже чертежи тракторов МТФМ. Мы их книжки Пушкина даем, и Есенина, и Маркса, в первую очередь, чтобы читали. Все, все. Да, и скоро ребята переедут, а потом звонок так... А, 800 шприца. Ну, в общем, наши друзья не приедут к нам. Да, к нам не приедут. К нам не приедут. Они уехали в другое место, да. Ну что ж, друзья, вот это сегодня подошло к концу. Интересно... Ой, я очень люблю вот все эти истории про секты, Антон. Сторые, истории. Нужно пойти по конкретным сектам. Так, подожди, давай по Шевцову. Вот давай, секта Шевцова. Я прямо вообще очень хочу посмотреть. Там прямо целое расследование было на несколько выпусков. Ну, надо поискать что-нибудь. Надо, надо поискать. Вот это самый сумасшедший чувак, блядь, из всех, которых я видел за последнее время. Ну что ж, друзья, на сегодня все. С вами был я, Антон Власов. Путь Магридин. Друзья, не попадайте под чужое влияние. Ни в коем случае. Имейте свою голову на плечах. Ни о ки всех-то не ходите. Ни к чё. Это всё не нужно. Запомните. А уж если вас попросят брыснуть что-то в рот или описать квартиру, бегите, пока... Пошёл нахуй и убегайте. Плюнь в лицо и убегай. Никто тебе не догонит, потому что ты самый быстрый, умный, ловкий. А вот Джугли зовут. Всем пока. До свидания.